Друзья мои, добрый день. Здравствуйте. Сегодня 21 апреля. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, опальный бывший Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот, все-таки Украина, конечно, центр, так сказать, всех опросов, всех выступлений и так далее. Потому что, ну, идет очень серьезная операция военная. И вот аналогии, да, определенные. С чем можно сравнить? Ну, я издалека начну, чтобы правильно поняли хоть мысли. 23 августа подписывается пакт, помните, о нападении Молотова и Робинтропа. Кстати, тут тоже не так все ясно, да. После этого в ноябре уже 39-го мы нападаем на Финляндию. То есть фактически, ну, это известный факт, уже не спорю, что были поделены зоны влияния между Германией и Советским Союзом. Но самое интересное не в этом. Все-таки перед войной мы спасали англичан. Списали, так сказать, о нападении Германии. И вся основная масса была сосредоточена, советских войск была сосредоточена в Киевском округе. Мы присоединили себе часть Румынии, Бессарабия, которая никогда не входила в состав Советского Союза. И фактически, когда Резун говорит, пишет, озвучивает факт, что мы пытались, что была такая, план нападения именно на Румынию, а именно там находятся основные нефтяные прииски. Германия воевала всю войну с двухмесячным запасом. То есть фактически, если мы Румынию захватываем, Гитлеру не начало было воевать. То есть фактически мы и к 1941 году, да, он фактически видит ситуацию, что сосредоточивает, мы снимаем линию Сталина, фактически, да, на которую годовой размер цемента Советского Союза ушло. Да, мы снимаем линию Сталина, оборонительную линию, строим линию Молотова, причем строим ее демонстративно, ночью под светами прожекторов, прожекторов, ну, чтобы немцы видели, что мы якобы готовимся к обороне, но они же видят, что ни доты не укрепляют на этой линии ничего, что это игра, оперативная игра. На самом деле в Киевском округе сосредоточиваются все силы, авиации, танки с одной целью, напасть на Румынию, отрезать Германию от нефти, и Гитлера в 1941 году летом начинает войну с Советским Союзом. А фактически, ведь, в общем-то, мы играли в команде англичан, мы уводили Гитлера, опасность от англичан, но, видимо, были какие-то договоренности, да, может быть, о том, что англичане вместе с американцами после нападения на нас Гитлер начинают войну, они тянули, ну, это, я думаю, что известия, которые никогда неизвестны будут в истории, они, так сказать, являются тайной. Вот для чего это все завело? То же самое сегодня. Да, кстати, я хочу сказать, что мы просто не успели завершить военную реформу. У нас было больше танков, самолетов, но мы увеличили количество призывников в армию, но армия была совершенно не подготовлена на начало войны, да. Если Гитлер провел Германию, вообще создал, даже после Версальского договора, сохранил генеральный штаб, выучку армии, армию и так далее, то наша армия была фактически, ну, партизанским формированием на начало войны, то есть она была увеличена фактически в пять раз, да, и, так сказать, ничего себе не представляла, потому что мало на человека надеть погоны, понимаете, как Шойгу, да, министр, трехмесячные курсы, ну, какой он военный. Для этого он должен пройти выучку. А Гитлер формировал, опять же, формировал, выучивал нижнее звено, роты, взводы, полки, батальоны, они все прошли операции, была слажена, слажена работа, генеральный штаб, и он совершенно не был авантюристом. Он понимал, что внезапно нападая на Советский Союз, когда он еще не прошел модернизацию полностью, не перекомплектовал армию, только-только ее увеличил и сосредоточил все силы в Киевском округе и готовится напасть на Румынию. В общем-то, по большому счету, может, я выскажу вещь крамольную, но у него не оставалось шансов. Поэтому он и вел войну с такой невероятной жестокостью, понимая, что Сталин и с англичанами его обманули, да, что фактически Сталин вышел из договоренностей о ненападении, а вел, видимо, переговоры сепаратные тайны с англичанами и американцами, что они делают кирдыгит. То же самое и здесь. У нас прошла так называемая реформа Сердюкова, да, все эти годы, когда мы отказались от мобилизационной призыва армии, да, то есть вот, что такое армия? Чтобы армию увеличить, нужно убить два года срочники, и вот, так сказать, потом люди стоят в мобрезерве, да, проводятся учения. Ну, понятно, что в советские годы при Брежневе вот этот вот уже мобрезерв, он носил достаточно формальный характер, здесь тоже были недостатки, но он был. При Сердюкове мы перешли на контрактную армию, но контрактная армия, да, там, на бригадные принципы там и так далее, то есть, ну, контрактный принцип, очевидно он себя не оправдал, то есть армия не готова, так сказать, да, не готова выполнять те задачи, которые перед ней стоят. Задача стояла перед советской армией, прежде всего война с НАТО, с войсками НАТО и так далее, и вот этот мобилизационный резерв, который мы могли запросто в 5-7 раз увеличить, с учет того, что раз в 3 года они проходили переподготовку, переобучение, ну, а главное, это вот призывная армия. Сердюков для того отказался, и вот последствия реформ Сердюкова мы пожинаем. Ну, естественно, что это была идея самого Путина, причем, видимо, навязанная ему американцами. И то есть смысл со стороны в том, что когда в момент, когда сегодня армия не готова начинать вот эту кампанию, ну, может быть, это действительно возможность обучить ее, как-то привести в какое-то мобильное состояние, но на самом деле ситуация очень непростая. Поэтому вот как в 41-м году мы оказались, так сказать, нам ударили в самый поддых, когда мы еще... мы выходили на полную мобилизацию армии, подготовку к 42-му году. И к лету 42-го года. Гитлер это понимал, что сосредоточив все войска в округе киевском, мы захватываем Румынию, да еще и проведя к 42-му году обучение армии, обучение составов и так далее. Мы уже будем непобедимой силой. То же самое здесь. А украинская армия в это время, за 8 лет, они проводили очень серьезные реформы. Там были советники американские, они работали со штабами, они работали с командами, с командирами полков, рот и так далее. То есть, плюс они по-донецкому создавали систему укреплений и так далее. А мы вошли в эту операцию, ну, ее мотивы еще до конца не ясны, я думаю, что это через 50 будет вся история. Поймем, для чего мы все это делали. Мы вошли в эту операцию, мягко говоря, с растопыренными пальцами. То есть, до единого кулака, единой подготовленной армии, как это было в советские годы, ну, там были тоже свои недостатки, но тем не менее, была призывная армия и мобилизационный резерв, который периодически проходил обучение, и, в общем-то, он оправдывал себя. И вот нам нужно сегодня, после вот этой кампании украинской, все-таки перейти снова заново и готовить мобилизационный резерв и готовить призывную армию. Два года и так далее, то есть, снова академии, снова, так сказать, командиров учить, как положено, не трехмесячными курсами, а генерал проходит, 15 лет учится, да, то есть, 15 лет, он учится в академиях, в полях, копает окопы, как вот ваш покорный слуга, да, и генерал ФСБ, который, вот как Путин, 4 месяца провел всего лишь на курсах оперативного состава КГБ младшего, ну, это издевательство, и там годичный после, например, полковника присваивают, это издевательство, это партизаны, мы их называли партизаны, то есть, костяк армии должны быть кадровые военные, прошедшие все вот эти ступени. Ну, и раньше при антропове так и было, то есть, армия, вот я, граница, высшая школа КГБ, 5,5 лет, окопы, и он выходит подготовленным специалистом в области контрразведывательного поиска, он видит шпионов, у него стальные зубы, он стреляет, его ненавидят, он сажает, но это его работа, его профессия. К сожалению, мы все это потеряли, и вот сейчас те пробелы, и те шлепы, и те, которые мы видим на Украине, они все-таки есть, безусловно, и, видимо, Владимир Владимирович ввели в заблуждение, сказав ему, что, утаив от него, что в это время за 8 лет прошла реформа вооруженных сил Украины, очень серьезная. Вообще, нужно внимательно смотреть, что происходит в армиях ближайших стран, и в этом должно заниматься ФСБ, да, если идут там реформы, мощные реформы, иностранные советники готовят секретные подразделения, закупают оружие, но это очень серьезный сигнал для нас, и мы должны вмешиваться, в том числе на опережения, в том числе на законных основаниях с помощью оружия, потому что они игрушки. Но, тем не менее, вот так, мы попали вот в такую ситуацию, идет операция, наши солдаты воюют, хвала им, и, так сказать, и так далее, но проблемы есть, и проблемы, конечно, в управлении. То есть, аналогия, на мой взгляд, очевидна. Там Сталин был не готов, не успел закончить реформу вооружения армии, прежде всего, личного состава реформ, обучения личного состава, и тоже здесь, после Сердяковских реформ, мы попали в такой не нокаут, а нокдаун. Нам надо из этого выходить. Спасибо, Вашему, Бессонову Сергею Борисовичу.